Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня по многочисленным просьбам моих зрителей я сделал и опубликовал видео о полипах в желчном пузыре. Что это такое, как лечить без операции, возможно ли это, а когда надо удалять, типы полипов, риски и тому подобное. В двух словах хочу напомнить. На днях у меня вышло видео про полипы, где я рассказывал буквально все, что нужно знать человеку о полипах в таких органах, как желудок, кишечник, матка, мочевой пузырь. Рассказывал о комплексных методах безоперационного удаления полипов, о грибных лечебных препаратах, историю, медицину этого вопроса и так далее, и так далее. Советую непременно посмотреть. Ну а сегодня о полипах в желчном пузыре. Итак, полипы в желчном пузыре бывают чаще у женщин после менопауз. Полипы это фиксированные к слизистой оболочке опухолевое образование. Бывает три типа полипа в желчном пузыре. Первый это ложный холестериновый полип. Не совсем это и полип. Тем не менее, такой тип полипа не перерождается в рак и связан с нарушением жирового обмена, с недостаточной продукцией печенью желчи. И существует еще два более опасных типа полипа. Это аденоматозный и папиломатозный. Вот они могут перерождаться в рак. Тем не менее, все полипы доброкачественны, а причин их образования много. Это и воспаление в стенке слизистой. Причин воспалений тоже много. Обычно я рассказываю глобально о трех по причинам неправильного питания, то есть три группы продуктов, которые приводят к воспалениям вообще, среди которых самая страшная группа это сахара. Другие причины это нарушение холестеринового обмена, это употребление большого количества жареной пищи с ее канцерогенами, это высокобелковая пища, это сахар и вообще много сладкой пищи и прочие причины. Симптомов у полипов желчного пузыря нет вообще, вы их не почувствуете. Ведь они не болят, ну кроме специфических, перекрывающих просвет пузырного протока полипов. Тогда да, может болеть подреберье справа, но это единственное исключение, а как правило не болят. Поэтому периодически надо делать узи органов малого таза, проверять и желчный на предмет камней и тем более полипов. Существует, конечно, медикаментозное лечение, человек вправе сам решать, каким путем он пойдет. Этот тип лечения должен обязательно проходить с врачом-хирургом, то есть под его руководством и ведением. А какие есть показания по удалению таких полипов? Ну то есть всего желчного пузыря, естественно. Первое, это сочетание камней в желчном пузыре с полипами. Второе, полипы более 10 мм в размере. Третье, это сочетание полипов с первично склерозирующим холонгитом. Четвертое, когда полипы перекрывают просвет пузырного протока, то есть протока ведущего из желчного пузыря в общий желчный проток. Пятая причина, возраст старше 60 лет. Шестая причина, быстрый рост полипа. И седьмая причина показания к удалению желчного пузыря, это наличие полипа и полипоза толстого кишечника. Дело в том, что эти показания в основном связаны с рисками перерождения полиповраг. Напоминаю, это перерождение проходит совершенно бессимптомно. Итак, УЗИ необходимо периодически проводить. Конечно, есть такие риски, когда действительно стоит удалять желчный пузырь с полипами в запущенной стадии, когда вы узнаете от врача все нюансы и примете решение, исходя из рекомендаций доктора. Но пока таких показаний нет, не теряйте время и лечитесь, это возможно. Хотя врачи и говорят, мол, наблюдаете у вас полип маленький, ничего страшного, прекрасно. Наблюдать можно долго, конечно, но развязка будет неминуемая. А они говорят, мол, ничего сделать нельзя, наблюдайте. Как-то так, можно и нужно. Итак, что касается камней в желчном пузыре, у меня есть видео об этом, посмотрите, будет ссылка в описании. Ну а теперь скажу, что наука фунготерапии, то есть наука, которая изучает лечебные свойства высших бездельных грибов, знает методики лечения, по крайней мере, торможения роста полипов и регресс этих полипов вплоть до полного их уничтожения. Курс, в зависимости от многих факторов, может быть долгим, до одного года. Но бывает, что и за 2-3 месяца люди справляются с полипами. Тут все дело в системном подходе, когда учитывается изменение питания, образа жизни, физический труд, который у многих отсутствует. Но об этом чуть позже, а в начале непосредственно курсы лечения. Первый курс предварительный, идет 2 месяца. Первый месяц. Применяются свечи веселка по одной свечке раз в 2 дня на ночь ректально. Второй препарат это гриб-дождевик в капсулах по 2 капсулы 2 раза в день, либо за 20-30 минут до еды, либо после еды, через 30-40-50 минут в этом диапазоне. Третий гриб это муэр по 2 капсулы 2 раза в день, либо до, либо после еды. Главное правило между каждым грибным препаратом и последующим пауза в 10 минут. Ну а четвертый препарат это серебряная вода. Это коллоидное серебро по 30 мл, не разбавляя, выпивать на ночь. Разумеется, вы просто запейте потом глотком воды. Но серебряная вода не имеет запаха и вкуса, можно не запивать. Второй месяц применяется так. Свеча-веселка по одной свечке 1 раз в 2 дня на ночь ректально также значит. Вместо дождевика другой грибной препарат шитаки в капсулах по 2 капсулы 2 раза в день, также либо до, либо после еды. Третий препарат это гриб-муэр по 2 капсулы 2 раза в день, так же как и в первый месяц. Четвертый пункт, также серебряная вода, тоже самое 30 мл, не разбавляя на ночь. Это второй месяц первого курса предварительного. Ну а второй курс маркерный, на 3 месяца он рассчитан. Это мощнейший противоопухолевый, противовоспалительный, противогрибковый курс, всеобъемлющий и иммуноукрепляющий. Это надежная профилактика онкологии. Соответственно, 3, 4, 5 месяцы, вот этот курс. Ссылки и на первый предварительный курс, и на второй маркерный будут даны прямо под этим видео, которое вы сейчас смотрите. Для удобства вашего сочтете нужным, можете зайти, прочесть, изучить, приобрести и пользоваться. Но что важно здесь сказать еще? Ведь просто волшебной пилюли не существует. То есть, конечно, может помочь и какая-то вроде бы мелочь. Ну а тем более такая не мелочь, как действующие вещества в грибных препаратах. Посмотрите, вот это мое последнее видео о онкологии, где я привожу пример, когда люди вылечились, и таких случаев много, от рака полностью доказана официальной медициной и безоперационно. Просто врачи не успели сделать планируемую операцию. И поймете, насколько это все серьезно. А науке этой тысячи лет как существует человечество, так и существует грибная терапия. Так же, как и терапия травами. Только травы в природе менее сильные, чем грибы. Хотя, впрочем, травы совместимы с грибными препаратами, и их можно использовать дополнительно. И так что важно сказать, говоря о подходе серьезном, комплексном, системном. Важна физическая работа, упражнения, особенно на разгибание-сгибание, на пресс. Необходимы интенсивные упражнения по 20 минут два раза в день. Диета и режим. Посмотрите такие мои видео как в этой связи. Раздельное питание. А что же тогда есть? Инсулинорезистентность. Что будет, если вы откажетесь от сладкого на 10 дней? Калории. Необходимо убрать все сладкое. Есть больше зелени. Обязательно есть чеснок, как сильное природное желчегонное средство. Можно желчегонные травы параллельно принимать. Только паузу делайте в 10-15 минут хотя бы от применения грибных препаратов. Надо убрать из рациона питания рис, картошку и другие крахмалистые продукты, в том числе хлебобулочные изделия. Обязательно убрать свою инсулинорезистентность. Обязательно потреблять брокколи и проростки семян брокколи. Посмотрите вот это мое видео. А также мое видео про кетопитание, веганскую кетодиету. И моя рекомендация по одной траве особая. У меня было уже о ней видео. Бессмертник песчаный. Его цветы и бутоны целебны, в том числе по печени, по желчному пузырю работают прекрасно. Устраняют воспалительные процессы. Можете смело применять параллельно. Итак, все, о чем я говорил, те видео, которые я рекомендовал вам посмотреть, те препараты и наборы лечебные, которые подавляют образование полипов и со временем уничтожают их, все это я дал по ссылкам в описании под этим видео. Ну а теперь по многочисленным просьбам зрителей я хочу сказать про полипы в носу. Лечатся они очень просто. Во-первых, вы применяете опрыскивание серебряной водой. После высыхания, ну то есть пройдет минут 10, вы брызгаете спреем для носоглотки. Причем как в нос, в ноздри, в каждую ноздрю, так и в ротовую полость. Применение спрея для носоглотки правильно 3-4-5 раз в день. Кстати, это еще и защита от вирусных и прочих инфекций. Про этот спрей у меня было отдельное видео, я на него ссылку здесь обязательно оставлю, как и на сам товар. А вот потом, где-то минут через 20-30 после использования спрея, вы вставляете и так, запомните, 2 раза в день, а лучше 3 раза в день, свечи веселка. В каждую ноздрю, ну конечно не целую свечу. Вы разрезаете ее на 4 примерно равных части. Немного сминаете, зачищаете края, чтобы они не были острыми. Уменьшаете в размере, это уже смотрите сами. И лежа на диване, либо на кровати, на высокой подушке, вставляете в одну ноздрю. И постепенно расплавляясь, она доходит до полипа, обволакивая их. Ну а потом вы проделываете то же самое со второй ноздрюй. Так 2-3 раза в день. Эффект будет очень сильным. Общее лечение 1-2 месяца. В самых тяжелых случаях 3 месяца и полипов не будет. Вот при таком комплексном применении, то есть начиная от серебряной воды, вот этой спрея для носоглотки, вот этого, после серебряной воды применяемого. Ну а далее третий компонент свечи веселка. Если у вас есть полипы, неважно, в желчном пузыре, в кишечнике, вы можете применять методику маркерного курса и все то, о чем я говорил вам в начале этого видео и в прошлом своем видео про полипы. И применять эту методику параллельно, если у вас есть полипы в носу. Ну теперь вы все знаете. Ну а все, что необходимо, будет мною оставлено под этим видео по ссылкам. Пройдите, посмотрите. Ну и заказывайте товары, если они вам будут нужны. Разумеется, мы отправляем, повторяю в очередной раз, любые наши товары в любые города России и страны мира. Там, где есть почта России, где она работает. По России, в том числе, другими транспортными компаниями, с ДЭК и прочими. Так что тут проблем никаких нет. Жду ваши комментарии под этим видео. Делитесь с другими людьми этим видео. Ссылочку перекидывайте с рекомендацией.